На площади происходит, там какие-то люди собрались и их просто сжигают, уничтожают, а вот сидящие вокруг люди, вот так они сидят, кто-то пьет чай и так посмотрит, раз видит в этот момент с огнемета прям детей сжигают, и он держа в руке чашечку этого кофе, он начинает возмущаться, говорит, как так можно, это же, они же вот сжигают у нас на глазах людей, это ненормально. Вот кто-то сильнее возмущается, кто-то вообще игнорирует, кто-то сидит. Масштабы зверства, которые учинили сионисты в Газе, сравнимы ли они с тем, что устроили русские во время Российской и Чеченской войны? Ну смотри, конечно в совокупности, если взять... Для меня главной новостью уходящей недели стала выдача ордеров на арест в отношении премьер-министра Израиля Бениамина Нитаняху и бывшего, уже бывшего министра обороны Иоава Галанта, по-моему так его имя. В общем, ну и какой-то еще деятель из Хамас, про которого Израиль утверждает, что они его убили еще в прошлом году, но на него тоже выдан ордер на арест, не знаю, видимо Международный уголовный суд считает, ну не доверяет информации о его ликвидации. Однако, я думаю, и сам Нитаняху не станет, конечно, посещать эти страны. Во-первых, это и риски все-таки для него, во-вторых, подставлять, он не захочет эти страны, поэтому... В любом случае, я считаю, что сам факт того, что военные преступления зафиксированы, они таковыми названы, военные преступники также квалифицированы, как военные преступники, на их арест выданы ордера, я считаю, что это очень крутая работа Международного уголовного суда. На реддите видел карту, где задержат Нитаняху, и там была даже Монголия, будет смешно, если Нитаняху полетит в Монголию, его там задержат. Не, Монголия как раз-таки и не станет, она-то и Путина не стала задерживать, когда Путин полетел в Монголию. Монголия откровенно сказала, что они не могут исполнить решение, здесь они честны, Монголия, да, мы приняли этот римский статут, но, извините, Путина задерживать мы не сможем. Да и вообще, как бы в этой теме мы хотим сохранить более-менее нейтральную позицию и нормальные отношения с Россией. Здесь вопрос в европейских странах, просто именно эти страны в своей основе стали инициаторами, главными локомотивами в создании Международного уголовного суда. И поэтому на этих странах лежит основная ответственность за то, чтобы этот институт существовал, и чтобы его решения уважались, они исполнялись, чтобы им следовали. Поэтому прецедент этот на самом деле очень мощный, очень мощный, его недооценивать нельзя. Хоть многие скептически к этому относятся, кто-то вообще в этом видит даже конспирологию, что это все игра. Ну, с такими людьми спорить в принципе невозможно, значит, я обычно с любыми конспирологами просто оставляю разговор. Если вернуться к людям, анализирующим происходящее более-менее реалистично, без каких-то конспирологий, то действие Международного уголовного суда с оговоркой, что мы доверяем, что мы отбрасываем конспирологию, мы доверяем тому, что действительно этот институт существует как отдельный независимый институт, и что его персонал руководствуется своими должностными обязанностями, в этой ситуации мы видим следование четко своим инструкциям, без каких-либо реакций на конъюнктуру, на выгоду, на давление, на то, как это будет воспринято. Без всего этого они просто четко выполняют свою работу. Так, страны, которые говорят, что задержат Нитаниаху, американские, сами поставляют оружие для убийства палестинцев, это двойные стандарты. Согласен, здесь можно, конечно, говорить о двойных стандартах, в принципе, в поддержке даже Израиля тоже можно об этом говорить. Но, смотрите, одно дело, когда с одной стороны поддерживаются, выполняются какие-то договорные обязанности со страной, поддерживаются ее какие-то действия. Другое дело, когда есть конкретный институт, созданный этими государствами, и в первую очередь эти страны обязаны уважать этот институт. Как и в случае внутри государства, представьте себе, что вы создали государство, в этом государстве вы установили три ветви власти. Судебная, исполнительная, законодательная. И вот эти граждане, создавшие это государство, они обязаны уважать свой суд. Если сами граждане не будут уважать собственный суд, то никто в этом мире другой его уважать не будет. Это аксиома. То есть, допустим, возьмем нас, в пример, вот мы чеченцы, мы собственное государство захотели, мы его создали, и в этом государстве создали свои ветви власти. И вот если мы создаем этот суд, потом, когда этот суд выносит решение, и мы такие не хотим его исполнять, мы перестаем его уважать, то перед всем остальным миром этот суд вообще становится ничтожным. То есть, для того, чтобы все остальные с этим считались, чтобы это уважали, сами граждане должны уважать этот суд. И в первую очередь, уважать суд должны другие ветви власти. То есть, исполнительная власть, она обязана исполнять решение суда, вне зависимости от того, нравится это решение им или нет. Если законом предусмотрено какое-то оспаривание, обжалование и так далее, да, пожалуйста, вот то, чем вы можете руководствоваться. Но, допустим, когда исполнительная власть просто плюет на решение суда, то надо понимать, что и весь мир наплюет и на твой суд, и на твою исполнительную, и любую иную власть, и в целом на твое государство. Вот так же и здесь. Эти страны создали, Международный уголовный суд, и в первую очередь эти же страны должны руководствоваться его решениями, уважать эти решениями. Вот конкретно в этом случае двойных стандартов пока мы здесь не видим, за исключением Венгрии, которая демонстративно отказалась. Но Венгрия это такая вообще отдельная история. В целом государство Европейского Союза, крайне мере, заявили о том, что они будут исполнять это решение. Это уже хорошо. Вне зависимости от того, к чему это все приведет, что Нитаняху никогда не будет завержан там и не предстанет перед судом, вне зависимости от этого, сам этот президент хороший, он позитивный. И в любом случае для преступного руководства Израиля это очень хороший такой серьезный сигнал. Как думаешь, чем закончится война в секторе Газани, хотят освободить эти земли и заселить там евреев? Я понятия не имею, чем это все закончится. И вообще не буду браться за прогнозы. Пока мы видим, что несмотря ни на что, а несмотря на международное осуждение, на целую волну возмущения просто людей в мире, происходящем тем, что делает сегодня Израиль в Газии, мы видим, что абсолютно никто там останавливаться не намерен. Ежедневно как минимум десятками абсолютно мирных людей, женщин, детей там убивают, сжигают. Такое, знаете, ощущение, что мы сидим, допустим, вот площадь, представьте, такая площадь, и вокруг этой площади здания, в которых есть кафешки, какие-то клубы, суши-бар, пабы, магазины. Вот на площади происходит, там какие-то люди собрались, и их просто сжигают, уничтожают. А вот сидящие вокруг люди, это как жители разных стран. Вот так они сидят, кто-то пьет чай, и так посмотрит, раз видит в этот момент с огнемета, прям детей сжигают, и он, держа в руке чашечку этого кофе, он начинает возмущаться, говорит, как так можно? Это же, они же вот сжигают у нас на глазах людей, это ненормально. И вот кто-то сильнее возмущается, кто-то вообще игнорирует, кто-то сидит, пьет кофе, кушает суши, кто-то ходит по магазинам, выбирает себе одежду, шоппинг, где-то примеряется, видит, раз перед ним опять начинает из огнемета людей сжигать. И он, на секунду он отвлекается от примерки нового костюма, и обращает внимание своего спутника, говорит, смотри, сжигают детей, женщин, как так можно, как это неправильно? Давай хотя бы через окно крикнем, что так делать нельзя. Вот кто-то кричит, кто-то просто между собой общается, осуждает, кто-то просто игнорирует. Но людей на этой площади неизменно продолжают сжигать. И все вот люди вокруг, осудив, обратив на это внимание, потом обратно отворачиваются и дальше продолжают говорить о своем беседе. Дальше речь заходит о том, что суши сейчас не такие вкусные. И месяца два назад они были лучше, видимо, ховара там поменяли, обсуждают. Те, кто только что посмотрели, увидели, как сжигали детей, они возмутились. Но все, они уже отвлеклись дальше. И дальше у них идет разговор о своем. Тот, кто примерял костюм, тоже увидел, ужаснулся. Все, он что-то может крикнул через окно, через дверь. И дальше пошел и говорит жене своей, ну что, не велик он, посмотри, в плечах нормально сидит. То есть понимаете, вот что происходит сейчас в мире. Все вроде это видят. И нельзя сказать, что людей не возмущает, что в целом какая-то поддержка у этого всего от людей. Нет, есть серьезное возмущение, акции и протестов. Такая антиизраильская волна по миру, она, наверное, с конца Второй мировой войны вообще ничего подобного в этот мир не видел. Сейчас Израиль предстал таким монстром в глазах очень многих, миллионов, миллионов людей в этом мире. Но, несмотря на это, это не останавливает убийство людей, геноцида, которые там происходят. Вот что, на самом деле, отвратительно, что в 21 веке, в 24 году, когда столько международных договоров, институтов, международное право, все эти гуманитарные, гуманные ценности, и вот при всем при этом, на глазах всего этого мира просто уничтожаются люди, и никто с этим ничего сделать не может. Масштабы зверства, которые ученились сионисты в Газе, сравнимы ли они с тем, что устроили русские во время Российской и Чеченской войны? Ну, смотри, конечно, в совокупности, если взять погибших, то во время Российской и Чеченской войны погибло, конечно же, больше людей. Ну, по крайней мере, из официальных данных, то, что мы знаем, туда. Да, но у нас-то и события длились дольше, и сколько уже год, чуть больше года идет война в Газе, а Российская и Чеченская война первая шла два года, ну, а вторая, ее активная фаза, несколько лет. Ну, а далее, как вы понимаете, там уже, пусть это была не бомбежка, не открытые боевые действия, но уничтожение, конечно, далее уже продолжалось другими методами похищения, пытки без вести, люди пропадали. Поэтому, если посмотреть, наверное, по общему количеству погибших, то в Российской и Чеченской войне Чеченцев, конечно, погибло больше на данный момент. Но, видите, если, допустим, ситуация в Газе, если не достигнут там прекращения огня, и если предположить, что там война продлится еще несколько лет, то наверняка жертв там будет гораздо больше, потому что за этот год официально 44, по-моему, тысячи, 40 с лишним тысяч, вот была последняя цифра, которую я слышал. Это за один год погибло столько. Но представьте, если еще год-два столько же будет погибать, то это будет огромное количество. Я надеюсь, что этого удастся избежать. Продолжение следует...